Добрый день! Сегодня мы получили пару посылок, вернее раньше мы получили несколько посылок на ebay мы выписали. Эта посылочка называется Queen Bee Cage. Можно приблизить, хорошо будет видно, попробуем. Вот такая вот штучка, я выписал 60 штук, таких вот по 3 штуки 10 этих самых. Что это такое? Сейчас мы посмотрим. Для чего оно используется? По-английски называется Queen Bee Cage, а по-русски называется маточная клеточка пчелиная. То есть она представляет вот такую вещь, я уже использовал и это самое показываю. Они вместе две стоят, но они по отдельности работают. Как они работают, для чего они работают, мы посмотрим. Стоят они, я выписал где-то 40 центов, около 40, чуть больше 40 центов одна штучка стоит. На ebay выписал. Для накрывания маток и для накрывания маточников. Как оно работает? Если у вас появились свищевые матки или вы сами выводите маток на специальной рамке. Можно накрывать рамку с простой вощиной. Это с простой вощиной. Накрывается вот так. Если это маточник, вот к примеру, тут отверстие у меня. Это просто для показа. Накрываешь вот так вот. Раз, накрыл. И придавливаешь, не насквозь она придавливается. С этой стороны рукой держишь. Вот. Придавливаешь, она не проскакивает с этой стороны. Вот. То есть это пластиковая, вот видите, она заострение имеет, вот по краям. Заострение. И она наполовину врезается сота. Вот приблизь сюда, посмотри. Приблизь. Вот видите. На половину сота. Она не придавливает маточник, который находится обычно внутри. Если вам надо еще, вы ставите следующий маточник, который вам надо. Накрываете. С этой стороны придерживаете чуть-чуть и придавили. Все. Что оно представляет собой? Вот эти вот отверстия, промежуточки между перекрытием, они 4 миллиметра. Пролазит только пчелка. Пчелки здесь пролазают. Пчелки. И они заходят и выходят и обогревают маточник. Сколько вам надо времени? Для чего это ставится? Выводится матка, она не может вылезти. Выводится матка, она не может вылезти. 99% она не может вылезти. А 1% она все равно вылезет. Челы иногда разрезают, показываю. Видите, здесь на конус идет система. Видите, это прямая. Здесь только пчелки пролазит. А здесь расширенный промежуточек, вот этот вот расширенный между вот этими остриями. И матка может пролезть, если пчелы разгрезут до середины сот. И поэтому это работает. Я уже проверил, поставил на несколько маточников. Это очень хорошо работает. Но какая проблема может возникнуть с этими? Надо срочно для длительного хранения не годиться. То есть пчелы со временем прогрезают, и матка или вылазит, или они разгрезают маточник. Потому что может матка вылезти, она будет лазить вокруг этой клеточки, и пчелы видят, что есть свободная матка. Они тогда разгрезают маточник. Не обязательно матки разгрыгнуть, потому что она хочет разгрызть. И они лазают, потому что она где-то вылезла с одной клеточки. Поэтому 99% это работает. И если вы знаете, когда у вас маточники должны открыться, и должна выйти матка, один-два дня, то есть эти маточники могут сохраниться. Но могут и не сохраниться. Поэтому я говорю, что 99% работает. У меня из 5 маточников, которые я испробовал на днях, сохранилось 4 маточника. Один маточник все-таки разрызли, потому что один маточник я не накрыл, он внизу висел, и матка вылезла и стала лазить кругом. Итак, это дешево стоит, 50 центов, и я выписал 60 штук. Можно накрывать, когда у вас большое количество свищевых маточников, или вы маточники выводите сами, специально подставляете засев и ждете, пока оно выйдет. Итак, это на овощине. Можно использовать пластиковую рамку. Пластиковую рамку, когда вы накроете, серотка пластиковая, она не прогрезается ни с какой стороны. Но, еще раз говорю, недостаток вот этих клеточек, что острее сделано, и пчелы пролазят. Для хранения я купил еще один вариант. Эти сейчас мы складываем назад, они пойдут, будут работать, но они мне нравятся. Можно использовать для накрытия этих плодных маток. Плодная матка почти 100% гарантия не вылезет. То есть, это можно использовать вариант тогда, когда вы хотите сократить яйцекладку. То есть, или осенью вы хотите раньше сократить яйцекладку, или весной, когда вам не надо раньше использовать. То есть, в любой момент, когда вы хотите сократить яйцекладку матки или медосбор хороший, То есть вы всегда ее накрыли, она там будет сидеть, пчелы будут заходить, выходить, кормить. Они знают, что матка нормальная. То есть такой вариант проходит. То есть можете использовать в разных вариантах. Итак, этот вариант мы посмотрели, смотрим следующий вариант. Следующий вариант у нас другая клеточка. Почему мне нравится эта другая клеточка? Она немножко дороже. Вот мы тоже выписали вот таких 10 штук. Вот так она приходит в пакетах. Вот в пакетах тут накрыто. Это с чайной, с Китая выписали. Ну китайская. Ну то же самое название. Вот. Куинби. Они по одной штуке. Эта штука стоит 1,50$. Я думаю в русском на пчеловодком магазине там такие есть, я смотрел. Ну они там по рублям стоят, сколько я не интересовался. Что она имеет достоинства? Она имеет тоненькие железные прутики. Вот. Которые 2 мм. 3 мм. Приблизительно. Матка. Ни пчелы не проходят здесь. Итак, когда у вас в том варианте вывелась матка, сейчас покажу, в этом варианте у вас, вы накрыли, у вас есть матка, то желательно эту клеточку убрать и накрыть матку вот этой штучкой. Желательно накрыть с пчелами. Когда вы накрыли вот этой штучкой, вот так она накрывается, посмотри, вот такой буртик получается. Вот такая высота. Матка там бегает пчелы. Почему накрыть с пчелами? Почему не эта клеточка? Пусть могли бы пчелы проходить. Нет. Эта клеточка не годится для хранения. Это годится только для накрытия. А это годится для накрытия и для хранения. Поэтому эта система лучше. Потому что 2 мм. Почему с пчелами? Можно накрыть 3, 4, 5 челок. И с маткой. Когда вы эту клеточку сняли, матка еще слабо бегает. Вы ее сразу раз и накрыли вместе с пчелами. На любом промежутке соток, где вы ее поймали и накрыли. Желательно накрывать вот такими колпачками на одной стороне. Когда вы вставляете в семью, то вы притык ставите к одной. У вас промежуток остается очень большой. Зайди с этой стороны, покажи. Если вы поставили в семью, увидите какая толщина. Рамки не можно сдвинуть. И поэтому такой промежуток остается. Где-то 2 пальца шириной промежуток. Если вы поставите вот эти колпачки с двух сторон, то у вас будут большие колодцы, широкие. Поэтому желательно накрывать с одной стороны. Уже готовых маток для хранения. Они у вас будут храниться. Чем нравится мне эта система? Матка до облета хранится будет в этой семье, где у вас были заложены маточники. Все матки желательно закрыть. Почему желательно поставить с пчелами? Пчелы имеют такое свойство кормить друг друга. Те пчелы, которые попали в беду, они здесь закрытые. Практика ученых показала, что остальные пчелы будут кормить их, потому что эти пчелки будут просить еду. Дайте нам, дайте. То есть определенное время в закрытом состоянии 5-10-15 дней матка может бесплодно храниться. То есть она молодая и еще не оплодотворилась. А потом по мере надобности в течение 10 дней вы можете эту рамочку открыть, забрать матку. Вот. Поставить. Чем недостаток? Недостаток в том, что матка может побежать куда-то или слететь. Но мне это устраивает. Потому что легко работать с маточниками. Накрыл только и все. Вариант того, что матка куда-то улетит, когда их у тебя много накрытых десяток, мне это устраивает 1-2. Потом мы можем эту бесплодную матку поймать, посадить в клеточку, если у вас есть клеточки. И поставить то же самое в улик в этот же. То есть это когда вам надо очень быстро срочно понакрывать маточниками. Маточники вместе с пчелами. И так вы таким образом накрываете их. Накрыли, накрыли, накрыли. Это очень быстро. Экономия времени. Потому что весной бывает по-разному погода. Холодная и прочее. Что это дает? Это дает, когда вы накрываете маточник вместе с пчелами, они его обогревают до выхода. И кормить не надо. Потому что пчелы сами будут кормить эту группу пчел, которые обогревает маточник. И когда матка выйдет, эти пчелы, которые обогревали маточник, они ее сохраняют, потому что они все попали в беду. Таким образом у вас сохраняются маточники, сохраняются матки. До выхода. И в любой момент, даже если вы где-то пропустили маточник, и матка вылезла, она сюда хочет погрызть, то она не может залезть и погрызть через эти, потому что промежуток закрытый. Очень качественная вещь. Только что мне не нравится. Скажу, что сильно высокая она и занимает очень много. Видите, какая высота. Ее можно было сократить на палец хотя бы, чтобы она была меньше, как вот у этой высоты. Если бы поставить вот эту, это вполне достаточно накрывает. Смотрите, да, какая высота. А в целом это хорошая клеточка. То есть дается просто большой колодец. Ну, этот вариант, если у вас есть желание, его можно немножко исправить, если обрезать, уменьшить высоту, обрезать кончики этих штырей. И высота уменьшится, и они очень тонкие, и не обязательно их заострять, они свободно заходят в воск. То есть этот вариант исправимый, можно исправить при желании. До такой высоты можно обрезать. Вот так вот, посмотри. Поближе придвинь. Вот, видишь, почти наполовину можно обрезать. Ну, можно чуть-чуть увеличить, хотя бы вот так вот. Вот так вот увеличить, вот обрезать. Видите, если вот так обрезать, это будет очень прекрасно, и будет мало места занимать колодец, когда вы поставили вот эту штучку, колпачок или как, клеточка она по-английски называется. То есть вы можете сохранять матку, здесь плодную, бесплодную. Особенно важно то, что когда охранятся маточники, когда вы накрыли, еще раз повторяю, с пчелами, потому что пчелы обязательно будут кормить, у них такая круговая порука. Попали в беду, они друг с другом делятся. А эти, которые не в беде, они обязательно их всех будут кормить, и матка сохраняется. Таким образом, Кашковский и другие ученые, которые говорили, что можно сохранить матку, бесплодную, до 30 дней. Ну, конечно, мы до этого времени не держим. Почему до 30 дней? Потому что в течение 30 дней у ней имеется желание спариваться с трутнями. Поэтому обычно держат 5-10 дней, 15. То есть погода за это время может установиться. Вы можете сделать отводки, можете пересадить матку. И таким образом у вас есть время. Не надо вам беспокоиться. В это время, если вы даже не знаете, что сделать, где-то вышла матка, вы ее накрыли с челами, они ее обязательно сохранят. Вот такой вариант уже проверены. Попозже я покажу видео, как мы использовали эти клеточки. Итак, друзья, вы просмотрели наше видео за... По-английски называется это Be Queen Cage. В переводе на русский означает маточкиная клеточка. А по-русски означает это клеточки, которые накрываются, или капсы, или крышечки. Они, я рассказывал за два вида. За этот вид и за этот вид. И если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. И если вы хотите купить, можете нажать снизу на страничку под видео и посмотреть вот подобные клеточки. Если вам понравилось, можете покупать. Удачи вам! Будем делать следующее видео, на котором вы будете посмотреть, как работают эти клеточки непосредственно на пчелах. До свидания! До следующего! Это вот на Лафанте и собирают пчелы, нектар, пыльцу. Вот, пожалуйста, пчела собирает. Приблизь ее хорошенько. Вот она. Вот. А вот рядышком собирает этот шмель. Вот, видим. Вот. А вот пчела дикая собирает. Вот она, дикая пчела. Приблизь эту пчелку. Вот она сейчас сядет. Она с той стороны. А вот, а вот села. Хорошо. Вот дикая пчелка. Она не кусается. То есть, разновидность всякой твари по паре, как говорится. Вот еще шмель.